...средства крупных собственников. Теперь, в преддверии губернаторских выборов, мы столкнулись, что так называемые элиты, а по нашему просто жулики и воры, ведут антинародную деятельность и цель сохранить свои деньги и власть. А гарантом это является сохранение на посту действующего главы региона. Не хочу давать свое оценочное мнение, трудовой деятель Сергей Герасимович. Пусть ему воздастся за хорошее и плохое, что он сделал за отмеренный ему срок, но все когда-то кончается. Закончится его срок полномочий. Подходит срок уйти на отдых и дать дорогу новым перспективным руководителям. Пусть и настолько опытным в руководстве региона, но молодым их перспективам. Кто будет новым губернатором, мы решим 14 октября. Но сейчас наша задача, я считаю, поддержать Ольгу Ефимову, ведь без ее участия выборы можно считать несостоявшимися, нового губернатора самозванцем, а всю администрацию оккупантами. Спасибо. Слово предоставляется участнику марша миллионов Ксении Сергеевой. Здравствуйте, граждане великого города Новгорода. Я вот что хочу сказать. На протяжении двух выборных кампаний партия власти лицемерно спрашивала, а что оппозиция сделала хорошего для этой страны. Так вот сейчас, вцепившись зубами в эту власть, в свою кормушку, они не подпускают оппозиционных кандидатов к выборам, просто их не допускают. Не дай бы Бог, чтобы они что-то сделали для области и для страны хорошего. Я хотела бы обратиться к сторонникам этой власти и к действующему губернатору. Если вы думаете, что мы просто так позволим устроить фарс и цирк и поглумиться над нашим правом выбирать, то вы глубоко заблуждаетесь. Если вы не хотите конструктивного диалога с оппозицией, мы будем работать против этих выборов вообще. Дайте нам наше право выбирать. Это право за нами закреплено Конституцией России, и мы от него не откажемся. Ну вот, наверное, и все. О итогах работы господина Митина тут уже сказано, повторять не буду, присоединяюсь. Вот, пожалуй, все. Спасибо. Друзья, слово для оглашения, обращения нашего митинга к новгородцам. Для слова этого приглашается к микрофону руководитель комсомола в Новгородской области Константин Иванов. Уважаемые друзья, товарищи, организаторы митинга поручили мне и Иванову Константину обратиться сегодня к вам от имени организаторов митинга. Уважаемые новгородцы, избирательная кампания по выборам губернатора Новгородской области без прецедента по своему цинизму, куда исчезли демократические выборы, куда пропал блюрализм, завоеванный в 90-е годы демократами. К старту избирательной кампании у нас хотят допустить исключительно кандидата правящей партии «Единая Россия» и его спойлеров. Кандидата с коммунистической партии, партии, за которую у нас в области голосует треть избирателей путем законотворческих уловок и административного давления, не допускают даже до регистрации. Тем самым власть лишила новгородцев права свободного волеизъявления. Сегодняшняя власть не чувствует себя уверенно в Новгородской области. Об этом говорят и результаты последних выборов в областную и в Государственную думы. Когда ради победы власть шла на все, отворотла голосов у других партий до партификации итогов голосования. Украденная победа принесла доходные должности, но не добавила уверенности. Страх, потерять, все диктует власти необходимость принятия казуистических законов в виде просеивания кандидатов через административное сито, устройство ловушек и подстав. Чего только стоит вовлечение в борьбу с кандидатом от Коммунистической партии, пенсионеров, некогда бывших советских и партийных чиновников. Следуя курсам, заложенным еще Ельцина, власть сегодня бессильна в решении экономических и социальных вопросов. Коррумпированные чиновники, действующие в интересах кучки олигархов, тащат Россию по пути, ведущему страну в пропасть. Ближайшее будущее, простота народа, это рост цен, тарифов, платное образование, платное медицинское обслуживание. И это только первые шаги по курсу Единой России. Дальше будет хуже. Правящая партия знает, что выход есть. Этот выход изложен в программе по выходу из кризиса, предложенной Коммунистической партии. Там есть требования национализации природных ресурсов, возвращения народу украденной всенародной собственности, имеющей стратегическое значение, введения прогрессивного налога на прибыль и прочее, с которыми не могут согласиться олигархи-грабители, а значит и кровно зависящая от него правящая верхушка. Поэтому коммунистов стараются не допустить к власти любыми силами. Мы, участники митинга, считаем, что выборы без участия кандидата от КПРФ не могут считаться легитимными, потому что за КПРФ интересы большой части населения, которых лишают права выбора. Каждый гражданин правит свободно выражать свою волю. Мы требуем легитимности выборов. Мы требуем равного доступа к регистрации кандидатов, выдвинутых партиями. Мы требуем законного права для народа выражать свою волю в соответствии со своими убеждениями. Мы требуем соблюдения конституционного права избирать и быть избранными. Спасибо. Слово для выступления предоставляется главному редактору газеты «Русский караван» Галине Ярцевой. Здравствуйте, уважаемые соратники и единомышленники. Приветствую вас, оппоненты. Мы газета особая, поэтому я начну с анекдота. Прохожие в центре города обескураженно смотрят и задают вопрос. Мужики, что за ерунду вы творите? Один первый выкапывает ямку, а второй за ним следом закапывает. Нет, закапывает третий. А второй должен был саженец туда вставлять, но он на работу не пришел. Так вот, предстоящие выборы без участия основных политических сил представляются в такое же бесполезное и ненужное дело, в такую же глупость. Я понимаю, что двигало чиновниками, властью, людьми, которые вокруг этого всего кормятся. Они поняли, какое отторжение вызывает со стороны граждан нынешняя новгородская власть. И поэтому, стараясь уйти от борьбы, губернатор, его команда просто отгородились от основных политических противников и от народа. Отгородились вот этим вот драконовским законом, отгородились своими этими приемами по поводу того, что мы сейчас заберем все подписи, вызовы в движение, кого-то не пустим. Это выглядит так же смешно, как забор из кроватных спинок. Смешно и нелепо. Но это было бы смешно, если бы не было так грустно. Получается, что нас действительно лишили права. Кандидатов от оппозиционных партий лишили право выбора, а нас, граждан России, лишили право голоса. В 2011 году Панпезно в России отметили 150 лет отмены крепостного права. Через месяц будут торжественно отмечать юбилей российской государственности, то есть первого демократического государства, вечевой республики. И вот изощренно по-изуински, празднуя и отмечая эти великие политические даты, вот на родине вечевой республики происходит великое политическое изнасилование. Нас не пустят на выборы. Да кто они такие? Короче, ни к чему не призываю губернатора, а говорю так. Так, если 29-го получится так, что не дадут 29-го собрать подписи за выдвижение Афанасьевой и Ефимовой Ольги Анатольевны от коммунистов, 30-го я останусь здесь и буду собирать подписи под заявлением Конституционный суд. И каждый день мы будем заявление отвозить. Я думаю, что на третьей сотне Кремль вызовет к себе митинга и скажет, так, сворачивайся. Спасибо. Дорогие наши участники митинга за честный выбор. Мы очень благодарны всем, кто сегодня здесь был, кто принял участие, кто высказал свою точку зрения. Я поддержу, конечно, выступление Галины Валентиновны Ярцевой, потому что даже сегодня тот закон, который существует о выборах президента, он не бегает и не собирает у депутатов. Было бы правильно, чтобы мы собирали подписи действительно у наших граждан, у наших новгородцев. И тогда бы было это видно и понятно, кто и кому и как доверяет. Я хочу еще вам сказать, что мы уже подали в Конституционный суд. Вчера документы были уже направлены именно на те факты, которые есть в нашем законе по поводу вот этого пресловутого муниципального фирма.